Находясь рядом с этим огромным деревом, которое упало очень давно у нас на участке, еще до нашего времени здесь, это эвкалипт. Хочется немножечко просто рассказать о индустрии дерева в Тазмании, потому что я недавно посмотрела очень интересное видео, которое я нашла в библиотеке. Это архивы индустрии дерева, дереводобывающей промышленности в Тазмании 1947 года, вроде того. Я добавлю ссылку на это видео тоже в описании, потому что вдруг кому-то будет интересно. Но я очень часто, находясь в лесу, находясь в национальных парках или находясь даже просто где-нибудь, куда нас заносят наши мотоциклы и так далее, очень часто видим огромные эвкалипты, огромные пеньки от эвкалиптов просто в разных кусочках Тазмании. Туда, если честно, даже нет протоптанной дороги. И видим, что это явно они были в свое время спилены. В них есть большие отпечатки от досок, где раньше дровосеки бивали доски, становились на них и работали топорами, работали пилами. Это очень тяжело сейчас представить, но вот такие кусочки истории в Тазмании. Вот пример пенька вот такого огромного колеса. И вот эти выемы в дереве, куда погружались доски, на которых стояли дровосеки. Видите, их несколько лесоробы. И дерево было спилено выше. Чуть плохо видно, потому что уже вечер. И смотрите, такое было огромное дерево. И, естественно, такая ситуация была там в каждой стране и так далее, но почему мне это интересно здесь? Потому что Тазмания, она очень незаселенная. В ней вроде 500 тысяч человек живет всего. Большая часть из которых живет в Хобарте, и дальше Ланцестон, и в нескольких еще небольших городках. И то, что раньше в какое-то время было, знаете, заселенным, или где раньше была промышленность, где раньше что-то происходило, сейчас много этих сайтов, много этих мест заброшены. И их просто можно найти где-нибудь в середине леса, случайно, абсолютно наткнувшись. Такое произошло, открытие такое произошло вроде в 2020 году. Несколько экологистов, экологов, не знаю, как правильно назвать. В общем, случайно изобрели в лес, в лес, который называется Франклин, и нашли огромные-огромные-огромные деревья, огромные эвкалипты, и нашли старый Saw Mill. Saw Mill — это место, где перерабатывалась древесина в свое время. И ты смотришь, там есть старые трамвайные рельсы, где, когда я говорю трамвай, я имею в виду, знаете, вот тележка, такие тележки, на которые погружались эти пеньки и так далее, и которые тянули цепями к этому Saw Mill, где это все перерабатывалось. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Смотрите продолжение в следующей части. 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 Конечно не размера огромных сихвой, но недалеко от этого огромный эвкалипт Тазмании. Это тропа, которая ведет к водопаду, к которому мы сейчас движемся. Извините, что отвлеклась, все нормально, он не убежал, но буду продолжать. Я говорила о том, что национальные парки в Тазмании, в них растут самые высокие цветущие деревья. Одно из них, большинство этих деревьев находится в национальном парке Маунтфилд, который находится на север от города Хобарт. Мы туда когда-то ездили, и я показывала, как вообще этот парк выглядит, потому что там на самом деле, знаете, как исторические прям папоротники и огромные-огромные-огромные высокие деревья. Самое-самое высокое дерево в Тазмании и вообще в мире, самое высокоцветущее дерево в мире, оно называется Swamp Gum или Ash Gum, это эвкалипт, и они были как в Парке Маунтфилд, но самое высокое находится в нескольких часах на юг езды от Хобарта. Туда мы еще не доехали, потому что это достаточно далеко, но оно называется Centurion. Его даже, по сути, нельзя найти на гугл-картах, нужно искать в описаниях, нужно искать координаты, потому что его, знаете, вроде как я пыталась найти на гугл-карте идеальную его позицию, но оно как бы так зашифровано немножечко, поэтому нужно искать на форумах, какие координаты этого дерева. И, естественно, что еще хочется сказать, что лес в Тазмании, как и в Австралии, по сути, защищается, естественно, есть национальные парки, которые находятся под защитой, где вырубка запрещена. Я вообще не говорю, знаете, про вырубку какими-нибудь компаниями или про вырубку обычными людьми, здесь вообще отдельная история. Здесь даже дрова нельзя от леса добывать, на своем участке можно, но если у вас на участке растут деревья больше какого-то размера, их пилить нельзя, они под защитой. Но когда я говорю про, знаете, даже дрова, чтобы добывать, здесь их можно только добывать в определенных местах, у тебя должна быть лицензия, то есть ты покупаешь шопермит или лицензию, она стоит по-разному в разных штатах, но что-то в районе 35-40 долларов на несколько, там, то ли 10, там, то ли типа того, тон, то ли типа того, я напишу, но и ты добываешь его не везде. В каждом штате есть определенные сайты, определенные места, куда ты можешь поехать и где ты можешь по этой лицензии добыть себе дрова. Продавать их нельзя, естественно, потому что за это штрафуют, но добываешь их только для себя, для обогрева. Так, из лесу их доставать нельзя. И то, что сейчас произошло в Тазмании, когда я говорю про огромные эти деревья и так далее, которые находятся под защитой, буквально в прошлом году по Хобарту проехался огромный грузовик с огромадным-огромадным-огромадным пеньком, просто огромадным стволом от дерева. И в Тазмании изменили законодательство немного. Раньше индустрия дерева... Индустрия дерева — это государственная индустрия, на ней здесь контракторы и так далее не зарабатывают. Все идет через государство, через forestries, органы по защите леса и так далее... Не по защите, а по присмотрам за лесом. И раньше можно было пилить деревья, которые были вроде 280 метров кубических и не выше, чем 85 метров. А эти эвкалипты, свамп, гамп, они растут выше, чем на 100 метров, то в диаметре они были вроде около 5 метров максимум. То есть сейчас изменилось законодательство, что их можно... их нельзя пилить. И можно пилить деревья не больше, чем 4 метра в диаметре. И это огромное дерево, скорее всего, будет меньше, чем 4 метра в диаметре. Измеряется с высокой стороны холма, на высоте метр 300 сантиметров. И если диаметр меньше 4 метров, то какое огромное дерево могут пилить. Ты уверен, что это сзади 4 метра в диаметре, как от этого? Да, это будет. Может быть, 2,5 метра, может быть, 3 метра. 2,5 метра, 3 метра в диаметре. Depends on what you're talking about in the tree. Thank you. I dropped his lead when I was walking. What did I give it to you? Еще один пример огромного дерева, которое попросила Джоша обнять. Yeah, it's still huge. It's so tall. Она очень высокая, тоже высоченный эвкалипт. It'd have to be, what would it be? It'd have to be like 30 or 40 метров tall. Yeah, maybe even more. It'd have to be at least 40 метров tall. What do I reckon, that would be? And then a door plus like a high ceiling would be like there. И удивительно, что такие огромные деревья тоже могут пилить. И это еще, на самом деле, знаете, не самое большое. Хотя эти деревья явно выделяются по сравнению с другими. Они вот явно-явно-явно очень большие. Ну, это и передзаконно. И про исторические моменты, что было интересно, это то, что сейчас, когда мы иногда катаемся на мотоциклах, или я, когда Джош катается на мотоциклах, мы посещаем абсолютно разные кусочки Тазмании, потому что очень интересно, я иногда хожу на пробежки. У меня были моменты, когда ты бежишь, и по карте здесь должно быть что-то. То есть здесь должна быть дорога. А ты бежишь туда, и там нет дороги. Там старый разрушенный мост. Потому что в свое время это место, там как раз был мост, там была дорога. По ней ездили красоты Форестри и машины и так далее, как раз, которые добывали лес, добывали, пилили деревья в этом месте. А сейчас она просто уже заброшена, потому что там ничего нет. И старый мост никто не восстанавливал. Я бежала оттуда. Карта показала, что дорога идет сюда. И здесь дорога заканчивается. И по идее здесь должен был быть проезд. И видно, что здесь никто давно не был очень. Явно здесь был проезд. Вон дальше видно, что дорога продолжается. А тут река. Ну, попробую вплавь, посмотрим. Вот что здесь произошло. Здесь был старый мост. Здесь был старый мост. Явно через него не пройдешь. Поэтому я пойду вниз бежать. Поскольку назад бежать слишком далеко. Но я рада, что я не на мотоцикле сейчас. Побежали дальше. В общем, я прибежала оттуда. Пожалуй, вон вдоль той горы. Вниз сюда. И через реку. И вода по телу не возвращается назад. Теперь есть где-нибудь дороги в округе и так далее. Много из этих парков, многие из этих state forest, то есть государственных лесов, перешли под защиту и стали национальными парками. Но раньше можно было увидеть вот такие вот моменты. И их очень много в Тазмании. Поэтому мне это очень интересно. Я думала, возможно, вам тоже будет интересно немножечко про это узнать. Узнать про эту индустрию. О том, что вообще можно найти случайно абсолютно забрев в леса Тазмании. И да, Тазмания, она, знаете, естественно, не настолько старая, как Европа. Не настолько старая, как там, в принципе, Европа. Это, наверное, то, что я хотела сказать. Харьков намного старше, да, и так далее. 1654 год вроде был основан. И здесь, несмотря на это, сейчас можно найти больше таких, знаете, исторических моментов, которые там 200 лет. Да, это, возможно, не так много. Но здесь есть, конечно, и иероглифы на камнях аборигенов. Я тоже показывала австралийские. И вообще аборигены считаются самой-самой-самой первой нацией, которые жили. Не нацией, а... Или нация, да? Которые вообще жили на земле. Австралийские аборигены. Но речь не об этом. Просто суть в том, что из-за того, что в Тазмании такое маленькое население, здесь можно найти много всего интересного. Буквально оказавшись где-то в лесу. И вот то, что меня сейчас стало интересовать, это как раз вот эти огромные деревья, эвкалипты, которые, к сожалению, огромное количество спилено. Просто вот невероятно огромное количество. И сейчас уже эти места, где не спилены, это национальные парки, многие из них. Но раньше нет. Можно найти до сих пор вот эти вот saw meal, то есть места, где эти деревья перерабатывались. Можно найти старые цепи, старые какие-то, знаете, железки, бочки. Даже бутылки мы находили, которые находят здесь. Скорее всего, из них пили эти дровосеки в свое время. Но мне это было очень интересно. И для себя тоже что-то узнала новое в какой-то степени. Поэтому если вам будет интересно посмотреть видео, как раз из архива библиотеки Тазмании, оно на английском языке, оно черно-белое, но, возможно, как будто будет интересно посмотреть, я добавлю в описании. Пишите свои вопросы. И всем большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока!